Вы знали, что миллионерами не рождается, миллионерами становится. Есть исследования, которые это доказывают, которые доказывают, что более 80% долларовых миллионеров, более 80% людей, которые сделали действительно большое состояние, не рождались в богатых семьях. У них за спинами, за их плечами не стоят богатые родители. Это люди, которые сделали себя сами, своими руками, своей головой, своим мышлением. Так что же отличает этих людей, богатых, успешных, от тех, кто пока еще не достиг этого успеха, кто не пришел к богатству? Их отличают привычки. Привет, меня зовут Катя Батова, это прямое включение из Чили, и сегодня я расскажу вам топ-5 привычек богатых и успешных людей. Не забудьте подписаться на мой канал, обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и родными, обязательно пишите комментарии. Будем вместе с вами раскачивать энергию богатства. Итак, привычка номер один. Это позиция ученика. Богатые и успешные люди всегда учатся, они очень много читают, и они постоянно получают новую информацию. Такие люди отдают предпочтение профессиональной литературе, они практически не читают развлекательную литературу и художественную литературу. Основа их чтения – это профессиональные журналы, профессиональная литература, книги по саморазвитию, по мышлению, по духовному росту, по энергиям. То есть эти люди постоянно инвестируют в свое расширение, в свое мышление, в свое образование. И они понимают, что это самая главная инвестиция. То есть представьте, суперуспешные, богатые люди, которые достигли уже, казалось бы, больших высот, продолжают учиться всю жизнь. Они все время находятся в позиции ученика, они знают, что опыт других людей – это самое ценное, что есть в этом мире. Именно благодаря этому опыту они его как бы получают, берут, они могут его внедрять в свою жизнь, еще больше масштабироваться, еще больше зарабатывать, еще больше становиться успешными. В то же время люди, которые всегда все знают, которые всегда находятся в позиции учителя, чаще всего не могут заработать больших денег и живут достаточно посредственную жизнь. Просто подумайте об этом и внедрите это в свою жизнь по возможности. Выбирайте, куда вы можете пойти учиться, где вы можете расшириться, где вы можете получить новые знания, где вы можете получить новую информацию, чему еще вы можете научиться. На самом деле в этом нет вообще пределов, нет никаких ограничений. Учиться можно и нужно всю жизнь, это очень помогает в достижении своих целей. Итак, привычка номер два. Это практически, у богатых людей практически отсутствует такая функция, как прокрастинация. Или по-другому, если говорить, у них очень круто работает, подумал, сделал. То есть такие люди, им приходит идея, приходит какая-то мысль, и они практически сразу ее реализуют. Вот эта пауза, этот задел между подумал-сделал, практически он очень маленький. Они не прокрастинируют неделями, месяцами и годами на тему того, что а стоит ли пробовать, а стоит ли не пробовать, а пойдет ли этот бизнес, а не пойдет ли этот бизнес. Если идея пришла, они ее быстро реализуют. И это очень сильно отличает богатых людей от бедных людей. Потому что бедные люди в большинстве своем очень долго решаются на какие-то шаги. Для них каждый шаг во что-то новое, выход из зоны комфорта, кажется чем-то смертельно опасным, чем-то очень страшным. И люди, многие проживают всю свою жизнь, так и не сделав этот шаг. Так вот, богатые люди делают эти шаги всегда и очень быстро. И отсюда вытекает их третья привычка – это позитивный настрой. Богатые люди никогда не зациклены на цель, вот на момент здесь и сейчас результат. Точнее, они как раз-таки смотрят на цель глобальную. И если у них что-то не получилось, и какой-то бизнес не выстрелил, не принес необходимого дохода, который планировался, они не зацикливаются на этих неудачах. Они не разрушаются от этих неудач. Они не создают вот эту связку, что со мной что-то не так. Они из любой неудачи берут опыт, забирают его в свою жизнь и дальше реализуют следующие идеи. Снова подумал, сделал и быстро это реализовал. Но богатые люди отличаются от бедных очень сильно тем, что богатые люди попробовали просто сто раз. А бедный человек попробовал один-два, максимум десять раз. У него, например, не получилось, и он сдается. Богатые люди просто не сдаются. У них позитивный настрой. Они любой, абсолютно любой негативный исход бизнеса или проекта воспринимают как классный опыт. То есть они воспринимают это как так, что я знаю еще один способ, как не работает. И когда ты попробовал сто раз с позитивным настроем, на сто первый у тебя сто процентов получилось. Привычка номер четыре. Это активная жизненная позиция и спорт. Богатые, успешные люди всегда занимаются своим здоровьем, своим телом. И вообще, в принципе, ведут очень активную, насыщенную жизнь. Они много путешествуют. Они посещают различные мероприятия, там выставки, театры, я не знаю, какие-то перформансы, все что угодно. И они занимаются своим телом, своим здоровьем. Потому что для того, чтобы... Это не только про здоровье в том плане, что очень важно иметь крепкое здоровье для того, чтобы работать с большим объемом денег, с большим количеством людей, нести большую ответственность, чтобы выдерживать весь тот успех и хейт, возможно, который на нас сваливается. И понятно, что все вы знаете, что есть научные исследования, доказывая, что человек, который ведет активный образ жизни, занимается спортом, он чувствует себя намного лучше, потому что вырабатываются определенные гормоны. Мы чувствуем себя намного увереннее, намного успешней. Мы лучше выглядим, естественно. Но помимо этого, эти люди знают, что вот эта активная жизненная позиция расширяет их кругозор в том числе. Это расширяет их понимание мира, понимание себя, они чувствуют себя более уверенными, они двигаются намного быстрее. Скорость их движения, скорость их принятия решения в том числе зависит от того, в каком они физическом состоянии. Поэтому эти люди в основном своем... Это тоже один из фактов. Практикуют ранние подъемы и ранний уход ко сну, потому что когда у тебя ранний подъем, ты можешь быть более продуктивным весь день. От того, как ты провел свое утро, очень сильно зависит продуктивность твоего дня. И богатые люди это знают и, конечно же, используют для себя в своих целях. И привычка номер пять – это работа со своим окружением. Ну, точнее, даже не работа, это я так называю работой. И богатые люди знают, как важно иметь успешное, развивающееся окружение. Потому что когда мы находимся в среде людей, в окружении людей, которые постоянно в состоянии жертвы, которые ноют, которые страдают, у которых все хронически плохо, которые постоянно недовольны своей жизнью и которые не хотят, главное, менять, и ничего с этим не делают, и никак не развиваются, это становится, на самом деле, очень заразной историей. И это действительно очень заразно. Мы очень быстро это к себе хватаем, и это начинает на нас влиять, и мы как бы начинаем тоже действовать из такого состояния. И совсем другая история, когда мы окружаем себя, а точнее погружаем себя сознательно в среду более успешных, богатых, влиятельных людей. Во-первых, у таких людей нам всегда есть чему поучиться. Помните пункт номер один – быть в позиции ученика? Так вот, эта позиция в том числе про то, что когда я общаюсь с более успешными, с более богатыми людьми, я у них всегда получу некий новый опыт для себя. Они точно знают что-то такое, чего не знаю я. И эта позиция позволяет мне быть открытой, быть учеником, и позволяет, да, как бы общаясь с людьми, прислушиваться к ним, быть активным слушателем, да, меньше говорить, больше слушать. На самом деле это тоже одна из важных привычек богатых людей. Так вот, когда вы находитесь в более успешном окружении, вы тоже становитесь более успешными. Это также влияет на нас, как когда мы находимся в окружении страдающих людей. Вы начинаете подтягиваться за этими людьми, вы начинаете двигаться за этими людьми, вы смотрите на их привычки, на их поступки, на их действия, и вы тоже начинаете становиться таким. Помимо этого, когда вы в окружении более богатых, успешных, влиятельных людей, эти же люди впоследствии могут вам где-то помочь в чем-то, да, каким-то образом помочь в вашем проекте, в развитии, еще что-то. Поэтому богатые, успешные люди сознательно погружают себя в среду, где они, возможно, даже на ступенечке ниже, а вокруг них более богатые, успешные люди, потому что они понимают, что именно так они будут расти. Поэтому окружение очень важно расширять, масштабировать через знакомство с новыми людьми, через поиск, да, каких-то новых партнеров, через знакомство через свои хобби. То есть использовать любые каналы для того, чтобы окружать себя интересными, креативными, богатыми, классными людьми, и таким образом самому становиться именно таким человеком. Собственно, вот эти пять привычек. Конечно, у разных людей могут быть еще какие-то дополнительные привычки, но это одна из базовых основ, без которой очень сложно достигать своих целей. Поэтому если вы начнете постепенно внедрять эти привычки, все привычки, нужно понимать, мы с ними не рождаемся, мы их все приобретаем в течение жизни. То есть, например, у вас и у меня есть привычка по утрам пить кофе, и она откуда-то появилась, я с ней не родилась. Так вот, кто мешает мне добавить какую-то более здоровую привычку? Не нужно пытаться добавлять их все сразу в один день, это будет сложно, да, ум будет сопротивляться этому новому. Но можно взять одну привычку и начать ее потихонечку внедрять в свою жизнь. И я вам на 100% гарантирую, даже с внедрением одной привычки ваша жизнь начнет реально очень сильно меняться. Напишите в комментариях, какую привычку вы готовы забрать сегодня с собой, какую привычку вы готовы попробовать внедрить в свою жизнь. Также вы можете поделиться в комментариях своими какими-то привычками, которые вы считаете привели вас к успеху, к развитию, к доходу, к повышению дохода, к счастью, может быть, к более здоровому телу. Давайте вместе создавать пространство, где мы будем делиться классными идеями для того, чтобы всем становиться богаче, счастливее, успешнее и, в общем, полноценнее, не знаю, более реализованными людьми. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. Конечно же, делитесь этим видео со своими друзьями, со своими подписчиками. И, конечно же, ставьте лайки и пишите комментарии. Я очень рада общаться с вами. До встречи, до встречи в следующих видео. Всем пока-пока!